Друзья, привет! Вы на канале Боколесо, и сегодня мы с вами оценим и посмотрим шину Кама Евро 129. Собственно, вот она 129-я Кама, которая выпускается уже не первый год, но тем не менее, в этом видео мы с вами посмотрим на глубину рисунка протектора, мы с вами посмотрим на жесткость состава смеси по шору, измерим вот этим прибором, также специальный прибор есть у нас для измерения толщины боковины, и, конечно же, посмотрим, насколько широкие канавки. Но, конечно же, прежде всего, хотелось бы начать с рисунка протектора. Кстати, помимо всего этого, мы с вами еще взвесим шину и посмотрим абсолютно все маркировки, которые указаны на боковине. Итак, рисунок протектора. Он асимметричен, что подтверждается не только нашими наблюдениями, но также маркировками. Видите, inside, то есть внутренняя сторона, соответственно, это внешняя сторона. И многие задаются вопросом, когда одеваете шину эту, допустим, на левую ось и такую же направую, то шины смотрят как бы в разные стороны. И здесь есть простой ответ. Все асимметричные шины обладают таким моментом, что когда вы их одеваете налево и направо, они как бы вроде бы смотрят в разные стороны. И почему это происходит, у нас есть отдельное видео. Если вам это интересно, обязательно посмотрите. Кстати, все видео есть на нашем сайте в алфавитном порядке, выложены. В общем, достаточно удобно. Можете, правда, поиском на YouTube пользоваться. Ладненько, давайте продолжим по рисунку. Он асимметричный, в общем-то, очень узнаваемый. Я меня ночью разбуди, спроси, что это за шина, я вам скажу, что это Кама 129. И что мне интересно? Мне интересно то, что сам шинный производитель говорит, что шина обладает великолепным водоотводом, очень хорошим, что минимизирует риск аквапланирования. И все это действительно так. Посмотрите на огромнейшие просто канавки. И это всего лишь 195-65-15 размер. Действительно, посмотрите, просто огроменный. Я даже не знаю, давайте вот возьмем штангенциркуль, посмотрим. Вот эта самая большая канавка, да здесь больше сантиметра. Здесь тоже прилично, посмотрите, почти сантиметр. В общем, канавки огромные. И, конечно, вы скажете, да, плюс, круто, что они будут отводить так хорошо воду. Потому что и здесь из центрального ребра тоже такой агрессивный водоотвод, который как бы выводит воду из центральной части. И прям, посмотрите, вот она так культурно выходит прям внутрь под машину. А внешняя часть, посмотрите, полностью закрытая, что должно обеспечивать достаточно неплохой акустический комфорт шины. Но есть одно но. Это все то, что я сказал. Это, скорее всего, правда все-таки есть. Здесь все замечательно. Но поймите одно, что шина-то, в общем-то, воздухом с асфальтом, с дорожным полотном не работает. И там, где канавка широкая, там воздух. И эта часть соприкасаться с асфальтом не будет. Вы можете сделать просто одну огромную канавку, знаете, и вода будет оттуда отводиться вообще замечательно. Но сцепление-то с асфальтом где? И сцепление с асфальтом должно обеспечиваться именно резино-технической смесью. А канавки здесь для 195-65-15, по-моему, перебор какие огромные. И я думаю, что именно из-за этого шина ведет себя, ну, честно говоря, так себе на асфальте. Это мое мнение. Я на этой шине отъездил полтора года. И, честно говоря, у меня ощущение, ну, не очень так, скажем. Но шина, надо понимать, что это недорогая шина, которая действительно имеет свои плюсы. Ну, давайте об этом в резюме, после того, как все посмотрим, поговорим. В общем, все это вызывает больше вопросов, чем ответов, на самом деле. Потому что, на мой взгляд, тут должен соблюдаться некоторый баланс. Чтобы шина хорошо себя вела и в лужах, условно, если довелось влететь. И на сухом асфальте или мокром асфальте. Но в целом на поверхностях даже мокрых или сухих, там где нет огромных луж. То есть шина должна вести себя тоже нормально. А здесь есть некоторый такой перекос в сторону минимизации аквапланирования. Ну, зачем это сделано? Вопрос, ну, наверное, все-таки маркетинговый. Потому что у Камы действительно достаточно большой модельный ряд. И эта шина именно вот для таких дорожных условий. Может быть, есть шина и для других дорожных условий. Давайте измерим глубину рисунка протектора. И посмотрим еще на одну вещь, которая сказана на сайте Камы. Они сказали, что есть запатентованный вот такой вот, посмотрите, индикатор. В этом плане, конечно же, шинники кто во что гораст. Нокиан придумывает одно. Еще кто-то придумывает другое. Кама придумывает третье. Но надо сказать лишь один момент. У всех шин есть индикатор износа, который показывает минимально допустимый остаток летних шин. Именно по закону в 1,6 мм. А вот эти все истории, ну, это больше, так скажем, не знаю, для красоты, для удобства. Или для привлечения клиентов. Как хотите. Ну, и давайте измерим полную глубину рисунка протектора. И посмотрим, что же у нас здесь за цифры. Это 7, ну, 7 ровно, да. И до индикатора износа у нас, соответственно, 5,6 мм. Ну, конечно же, доля мм это может быть некоторая погрешность. И тем не менее, мы видим с вами, что 1,5 мм здесь индикатор нам покажет. А вот этот индикатор запатентованный, как на сайте написано, показывает, сколько же осталось в миллиметрах. То есть, когда вот шина будет стираться, и посмотрите, полосочка, допустим, будет досюда, досюда. То есть, когда до 6 мм сотрется, этой части уже полоски не будет. Вот такая вот интересная запатентованная технология. Ну, а мы с вами будем сейчас измерять жесткость состава смеси по шору. И единственное, что еще хотел сказать по шине. Технологически, в принципе, рисунок протектора сделан понятно. Все сделано достаточно логично. Кроме вот этих вот огромных водоотводных каналов, которые, честно говоря, меня несколько смущают. И можно сказать, еще один момент по внешней части шины. А outside мы видим с вами, что вот эти блоки здесь посредством вот этого ребра соединены в некий монолит. И это ребро даст не только то, что шина будет акустически достаточно комфортна. Она должна быть, по идее, акустически комфортна. Но вы же должны понимать, что создает акустический комфорт не только сам рисунок протектора. Также акустический комфорт создает боковину. Насколько она сильно вибрирует. Состав смеси. В общем-то, многое. Также ощущения вам могут дать шумоизоляция самого автомобиля. Это надо не забывать, что та же Камо, может быть, ну, не знаю, давайте вот такой сюрреализм, что ее оденут на Мерседес. На Мерседесе она будет, конечно же, ощущаться несколько комфортнее, чем она же, условно, на Калине. Да, хотя на Мерседесе Камо, ну, навряд ли можно встретить. Но, тем не менее, наверное, можно. Ведь есть размеры 205-55-16, которые на C-класс, например, устанавливаются. Если у человека есть Мерседес, но нет денег на шину, он может вполне купить Камо. Ну, почему бы нет, такое наверняка встречается. Тем не менее, я о вот этом ребре, который соединяет в монолит вот эти блоки, и что дает лучшую управляемость в поворотах. Потому что именно на внешнюю часть приходятся все эти усилия. А вот во внутренней части уже усилий таких больших не требуется. И эта часть может служить именно для водоотвода и дополнительного сцепления, допустим, с каким-то грунтом. Потому что вот эти части, они тоже, в общем-то, работают и в этом отношении тоже. Тем не менее, некоторые перемычки здесь все же есть, чтобы создать некоторую, ну, хотя бы минимальную монолитность. Так, ладненько, давайте измерять жесткость состава смеси по шору. Первый замер 70 единиц шора. Второй замер 69. Третий замер 69. И средний это 69,3 единиц шора. Итак, 69,3 единиц шора это действительно очень жестко. То есть, состав смеси прям такой жесткий-жесткий. И, конечно, это даст очень хорошую износостойкость. Тут вопросов нет. У многих людей эта шина ходит очень реально долго. Но у этого есть обратная сторона медали. Я почитал, честно говоря, я не очень сильно много занимался акамой в своей жизни. Но, тем не менее, почитав огромное количество комментариев, люди говорят, что да, она ходит долго. Но, впоследствии, вы можете просто увидеть, что от старости у нее начинает вылезать корт, например. Или уже шишки какие-то аномальные вылезать. То есть, эта износостойкость, она такая, знаете, палка о двух концах. Но, тем не менее, да, сам рисунок протектора стираться будет очень и очень долго. Это, конечно же, будет давать о себе знать и в управляемости тоже. Несмотря на то, что производитель на сайте пишет, что управляемость шины за счет состава резино-технической смеси великолепной просто. Но, тем не менее, факт остается фактом, что он достаточно жесткий. И вкупе с этими огромнейшими канавками ждать от нее управляемости, ну, друзья, не приходится. Ну, по рисунку протектора вроде бы пробежались. Давайте по боковине. Боковина тоже такая, знаете, жесткая. На мой взгляд, очень толстая. Но мой взгляд моим взглядом. А давайте измерим, сколько же у нас в миллиметрах боковина. И будем измерять вот в этой части, где обычно пишется название, размер и так далее. Потому что здесь обычно идет утолщение, здесь идет некоторое утоньшение, то есть вместе с тыкопротекторной лентой боковины. А вот здесь, в общем-то, какая-то такая средняя величина, где, кстати, обычно шишки-то и вылезают. Вот это место мы сейчас с вами и промерим. Итак, наш прибор. Давайте применим его и посмотрим аккуратненько, сколько же у нас получилось. 6,2 миллиметра. Да, друзья, 6,2 миллиметра. Это такая обычная история, по крайней мере, для Камы. Потому что вот этот прибор, откровенно говоря, я использую во втором обзоре. И первый был тоже про Каму. Просто Каму без евро. И там было тоже 6,2 миллиметра. Поэтому сравнивать особенно не с чем. Но впоследствии, конечно же, мы будем промерять множество шин. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И вы сможете тоже оценивать эти параметры вместе с нами. Наряду со стойкостью, которую мы уже, в общем-то, табличку составляем. Так, ну, в общем-то, боковина понятна. Она не эластичная. Она достаточно такая плотная. Но, на самом деле, по плохим дорогам ходить она будет хорошо. Вот в этом ее основной плюс. Ну, а мы с вами, друзья, сейчас пробежимся по всем маркировкам, которые увидим на боковинах. Ну, и начнем с размера. Это 195, 65, 15. И 195 это ширина. Это не ширина шины. Это ширина именно протекторной ленты. То есть, измерять нужно вот отсюда, где она начинается, до противоположной стороны. Соответственно, некоторой мере до окончания блоков. Допустим, потом говорят, что 195 здесь нет. Нет, надо измерять именно вот от этой части. Потому что шина будет находиться под давлением. И, конечно же, под давлением будет большая часть протектора задействована, нежели вы сейчас видите в ненакачанном состоянии. 65 это высота профиля в процентах от ширины. Таким образом, чтобы узнать, сколько вот здесь. А 65 это именно по этой части. То есть, 195 нужно умножить на 65%. И вы узнаете, сколько же здесь в миллиметрах. R это радиальная конструкция шины. Никаких радиусов у шины никогда нет. Повторяю это из видео к видео. Ну, не знаю, сколько лет еще буду повторять, но буду. Тем не менее, R это радиальная конструкция шины. А 15 это посадочный диаметр в дюймах. И он равен 15 дюймам. Соответственно, чтобы узнать, сколько здесь. Если это вдруг вам понадобится, вам нужно 15 умножить на 25,4. Потому что в одном дюйме 25,4 миллиметра. Сил обозначает, что шина имеет стальной брейкер. В общем-то, никого этим не удивишь. Но, тем не менее, тюблис обозначает, что шина бескамерная иногда. В интернет-магазинах вы можете встретить в описании 3 буквы ТБЛ или 2 буквы ТЛ. Это тоже обозначает бескамерную шину. Тюблис. ТК-319 это контроль качества на Нижнекамском заводе. TDKama.com, понятно, сайт. Плайс, то есть слойность каркаса шины. Вот здесь интересно. Трэд, то есть та часть, которая соприкасается непосредственно с дорожным полотном. Это один слой. Рейн это вискоза. Двойной стальной брейкер. И один слой нейлона. И боковина, то есть здесь, это один слой вискозы. Ничего такого экстраординарного нет. Вполне обычная слойность каркаса. Далее Е22. И что интересно, еще и Е8. Почему интересно? Потому что Е в таком кружочке обозначает европейскую сертификацию. То есть шина может продаваться в Евросоюзе и имеет номер сертификата. Соответственно, вот он и вот он. Е8 обозначает, что шина была сертифицирована в Чехии. И вот его номер сертификата. А Е22 то, что она была сертифицирована в России. То есть, так скажем, двойная сертификация прошла. Тут интересно, но факт остается фактом, что так и есть. Рейдиал. Опять же, радиальная конструкция. Это, в общем-то, дублирует, где у нас здесь, буковку R. Едем дальше. 91 H. Это индекс максимальной нагрузки и скорости. Где H. Это 210 км в час. На этой шине можно разогнаться. Но, думаю, что не стоит, а стоит руководствоваться правилами дорожного движения. А 91 обозначает 615 кг. На одну шину можно нагрузить. Или 2 тонны 460 на комплект. Это индекс максимальной нагрузки. Дальше идет ТУ и номер. ТУ это техническое условие. То есть, это такой документ, где указаны все заданные технические характеристики изделия. В данном случае шины. Соответственно, это номер технического условия. Кама евро обозначает название, собственно, шины и ее модель. Красная точка обозначает самое тяжелое место в шине. Но еще есть научное название, которое вы можете посмотреть в нашем отдельном видео. По этим точкам тоже оно есть, где все подробно разбирается. Так, дальше указано Max Low. То есть, максимальный нагруз, который мы с вами оговорили. Видите, 615 кг. И 44 PSI или 300 кПс. Это максимально допустимое давление для этой шины. 44 PSI немножечко непривычно. PSI это фунтов на квадратный дюйм. Что обозначает 2,9 с лишним атмосфер. То есть, почти 3 атмосферы можно в шину закачать. А вот сайт обозначает, что шина асимметрична. И это внешняя сторона. Соответственно, после монтажа эта сторона с маркировкой outside должна смотреть во внешнюю сторону автомобиля. А inside, так скажем, под нищей, внутрь. Здесь такая вот интересная маркировочка в кружке. Это NK. Можно сразу перепутать с TK. На самом деле это NK. Нижнекамский завод. Made in Russia. Шина сделана в России. NK 129. Это заводской индекс модели. Итак, вроде бы мы по кругу прошлись. Давайте перевернем. Посмотрим, может быть, есть какие-то маркировки, которые не продублированы. Конечно же, они должны быть. Например, 2519. Это неделя и год производства. 25-ая неделя 2019 года. И есть вот такие вот тоже маркировки. Забавно, что здесь используется QR-код. Но у европейских производителей я видел вот только штрих-коды. И это код, в котором зашифрована абсолютно вся история производства шины. По крайней мере, так у европейских производителей. То есть, можно при желании узнать, на каком конвейере эта шина выпускалась. Какой сборщик в это время стоял на конвейере. И так далее. В общем-то, вплоть до секунд. Это сделано для того, чтобы если вдруг на шине образуется, точнее, выявляется заводской брак. То можно узнать, где же, откуда же ноги растут. Но шина это настолько точное производство. Потому что все понимают, что это очень важно. Потому что это единственное, что соединяет автомобиль с подорожным полотном. И поэтому к шине относятся все абсолютно, что китайцы, что русские, что европейцы. Очень-очень скриплезно и внимательно. Поэтому это для всех очень важно. Важна безопасность и жизнь населения. Поэтому здесь, конечно же, можно абсолютно всю информацию подчеркнуть. Ну, не нам, конечно, а производителю. В общем-то, это все маркировки, которые не продублированы на той стороне. Ну, и давайте взвешивать шину и подводить итоги. Так, по весу. Что же у нас? Ставим на весы. И это 8,6 кг. Это чуть-чуть выше среднего показателя. То есть, шина будет, ну, средней экономичности. Хотя на сайте производителя, опять же, написано, что сопротивление качения снижено. Что позволяет шине быть более экономичной. Но вес, в общем-то, будет делать обратный такой эффект. Поэтому шина будет средней экономичности. Подводя итоги, могу сказать, что шина действительно бюджетная шина. На мой взгляд, для случаев, когда совсем нет денег, но шину поменять надо. Но сейчас, честно говоря, конкуренция в бюджетном сегменте очень сильно обострилась. С приходом не только китайских производителей, просто которых огромнейшее количество. Но также и внедрением именитыми брендами различных суббрендов, которые очень-очень недорогие. Ну, примерно, как у Мишлена есть Кармаран и Тигар. Эта шина, конечно, одинаковая для разных рынков сбыта. Но, тем не менее, она очень-очень недорогая и борется именно с Китаем. И Кама вынуждена быть еще дешевле, чтобы иметь своего клиента. Поэтому, действительно, Кама это очень недорогая шина. Когда нужна она просто новой. Взял бы я ее себе, но это должны быть, знаете, жизненные такие условия, чтобы я приобрел такие шины. И, тем не менее, можно сказать, что некоторые автопроизводители, такие как АвтоВАЗ, то есть Лада, тоже одевают эти шины как первичную комплектацию. Ну, или одевали. Сейчас не знаю, потому что даже, по-моему, Гранты идут на Аперели Центурата П1. Поправьте меня, если я вдруг не прав. Вроде бы все рассказал об этой шине, что хотел. Если вдруг что-то забыл спрашивать, пожалуйста, в комментариях постараюсь вам ответить. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Потому что именно это дает нам лучшую мотивацию делать для вас эти видео и дальше. Все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И пока-пока.